Всем доброго времени суток, друзья! Давненько мы не виделись и сегодня у нас будет расклад интересный на тему дремлет ли враг или он не дремлет, какие у негодяя вообще могут быть планы на то, чтобы с вами связаться или сделать какую-то гадость или наоборот какое-то затишье по этому поводу, все будем выяснять. Но опять же вы можете не прямо врага загадывать, вы можете даже человека, который является в каком-то смысле для вас оппонентам загадывать, и мы тоже и магию и быт будем здесь смотреть, будем просматривать и вопрос в том числе магический, есть ли какая-то активность или планы на эту активность со стороны врага. Давайте на ближайший месяц посмотрим, месяц-полтора, если вам актуален какой-то другой промежуток времени, вы можете загадывать другой промежуток времени, а пока что давайте сделаем выкладку, которая будет касаться именно самой настроенности, да, сейчас человека на вас. Загадывайте, 4 варианта у нас сегодня, но я думаю, что по волшебным фигуркам вы уже догадались, что варианта 4. Каким образом разложим, сейчас посмотрим. Выяснили наконец-таки, что это перчик, что тоже неплохо, с перчинкой, значит, будет позиция. Первая у нас позиция, это шишка замечательная. Вторая позиция у нас, это перчик. Третья желудь. И на четвертую ложится наша замечательная мадам тыква. Прямо она меня умиляет, если честно. Ну и посмотрим, соответственно, по сигнификатору, это первые сигнификаторы, которые будут говорить о том, дремлет ли враг или ведется какая-то активная деятельность, плюс ко всему, здесь я хочу разложить вопросы, которые будут касаться магии. То есть сразу же сигнификаторы, которые говорят о том, что есть ли риск на ближайший месяц-полтора магического воздействия со стороны вашего оппонента, с которым, может быть, у вас есть какая-то проблема, есть какой-то конфликт. Вы можете загадывать, это одна позиция, две карты, это одна позиция. Вы можете загадывать хоть по порядку выкладки, хоть по фруктику, не фруктику, а фигурке, хоть по порядку открытия мной. Первая, вторая, третья, четвертая позиция. Мы можем поднимать, скажем, вы можете загадывать по порядку потоков, то есть я могу открыть, допустим, первую позицию четвертой, и это будет для вас позиция четвертая по открытию. Ну, а можете просто по порядку выкладки. В общем, как кому нравится, так и загадывайте. Самое главное, чтобы вы интуитивно, максимально подошли к выбору позиции и получили нужную информацию. И для тех, кто выбрал у нас позицию номер два, давайте с перченой позиции сегодня начнем и посмотрим, что она нам расскажет. Так, давайте посмотрим. Первое, это действительно ли есть какие-то активные действия или все-таки ведется, или все-таки затишье. Но вы знаете, во-первых, вас может ждать сюрприз, потому что враг на нерве. И сейчас может быть ситуация, когда не столько действует человек, сколько истерит. То есть, да, активность есть, но эта активность больше психоэмоциональная, чем активность, которая может касаться воздействия магического характера. Также может быть сейчас такое, что через врага, через оппонента вы можете получить не столько удар, сколько какой-то момент отработки кармы. То есть, может быть, судьбоносное влияние через действие того человека, которого вы загадали. Вот этот момент здесь явно отрабатывается. То есть, враг не дремлет, но враг как будто бы истерит. И ощущение, что может кто-то сидеть, пить в горькую, нервно о вас говорить, может быть, слать какие-то угрозы. Но чтобы это было влияние магического характера, это как раз-таки красота. Здесь у нас не указано по этой позиции. Что хочет сделать человек? Планы какие? Ну, вы знаете, здесь больше планы бытового характера. То есть, в этой ситуации человек может реально начать писать на вас какие-то доносы, оформлять какие-то документы, которые вам сто лет в обед не нужны. И здесь, кстати, человек может сейчас сделать что-то, что обещал уже в прошедшем времени. Это уже сделано. И при этом практически никакой активности не проявлять дальше. То есть, сейчас, скорее всего, больше будет человек ждать известий от третьих лиц относительно той пакости или относительно тех действий, которые данный человек уже предпринял. Что бы хотел с вами сделать? Вы знаете, такое ощущение, что человек не хочет вас ни видеть, ни слышать. И может говорить о том, что она мне все нервы-то вытрепала, глаза бы мы ее не видели. Да что же это такое? То есть, вот человек может реально от вас сейчас отгораживать. Для кого-то это если бытовые отношения, в том числе блокировки, человек не хочет разговаривать, общаться. Если магическое воздействие, это могут быть перебития работы, это могут быть блокировки с помощью защитных техник, но они уже в прошлом. То есть, это уже то, что было сделано. На сегодняшний момент пока тишина. На сегодняшний момент человек никак не устает истерить. То есть, ему надо проистериться относительно того, что уже произошло. Давайте для вас предостережение и совет посмотрим. Смотрите, рано праздновать победу, несмотря на то, что карты ложатся такие, которые не говорят о бурной деятельности человека, но карты говорят о бурных эмоциях. Поэтому пока что взять и занять такую позицию, что ну все, ну уже все свершилось, я уже победила там, или точка какая-то поставлена. Рано праздновать вот эту победу, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Поэтому в данном случае в какие-то лавры себе там на голову надевать еще пока что рано. Старайтесь не возвращаться к этой проблеме и не суетиться по поводу этой проблемы и не возобновлять конфликт. Но тем не менее и точку для себя вам пока что в данном направлении ставить рано. Вам нужно и можно будет в ближайший, давайте срок, ну срок от недели до месяца у кого-то, здесь можно будет устроить показательный атомный взрыв для того, чтобы мало не показалось. Но это должно быть очень точечно и дозировано. То есть не должна быть тоже истерика ответная какая-то с вашей стороны, а должно быть прицельное воздействие. То есть вы должны либо разбить защиту, если это магический план, можно сделать пробой в энергетике человека, если для вас это актуально. Если в бытовом аспекте, то вы можете устроить встряску. Для кого-то это вплоть до того, что скандал с битьем посуды, но здесь надо понимать, для чего, с какой целью вы это делаете и потом не впасть в истерику после активных достаточно действий со своей стороны. Нужно вовремя остановиться и не повторять. В дальнейшем потом не затягивать вот эту пластинку, чтобы у вас не заела она. Не выговаривать потом еще 10 дней после того, как вы сделали крокоряку в растопырку кому-то. Да, карты говорят о том, кто-то собирался поцарапать машину кому-то, кстати. Вот пора осталось сделать, но без того, чтобы потом продолжать скандал каким-то другим образом. разрушение вплоть до физических. Если было желание даже, может быть, физического воздействия, у кого-то это единоборство и какое-то, скажем так, какое-то соревнование, где реально придется побить лицо, начистить кому-то. Такое тоже может быть. Вот такая вот история. Я не призываю, естественно, к физическому воздействию, просто карты говорят о том, что для кого это актуально, да, может быть, вплоть до такого момента. То есть, если, например, разошелся оппонент так, что просто уже непонятно, что с этим делать, может быть, даже кого-то остановит пощечина. Но вы должны понимать, с каким человеком вы имеете дело, для того, чтобы не напороться на более бурную реакцию потом со стороны данного лица. Ну что же, позиция данная завершена. Для тех, кто выбрал позицию номер 1, она у нас по второму. Вторая будет по порядку открытия. Наша шишка замечательная. Шишка шамана у нас сегодня. Давайте посмотрим, что там у нас за тиши или нет. Но, вы знаете, здесь такое ощущение, что человек больше от вас как будто бы отбивается, чем нападает на вас. Здесь есть четкий нюанс, который говорит о том, что может быть, либо вы, либо человек делает ритуалы возмездия. Возможно, пошли откаты, которые актуальны для вас в этой ситуации, которую вы загадали. Но в любом случае, здесь ложатся карты очень четко, которые говорят о том, что человек действует базово сейчас, может работать с родом, может слушать советы старших в рамках того, что происходит. Человек не истерит. Человек очень четко просчитывает, думает о том, как он будет действовать дальше. Но со стороны человека в ближайшие пару месяцев можете напороться на месть. То есть, если вы понимаете, что неправильно повели себя с этим человеком, то будьте готовы к тому, что в течение полутора-двух месяцев человек реально может взять и ответить вам тем же. Эмоции мало, но эмоции могут где-то через месяц вдруг возобладать над здравым смыслом. И все то, что вы сделаете сейчас в негативном аспекте в адресе этого человека, он вам припомнит и вернет в достаточно большом объеме. Поэтому здесь подумайте, надо вам или не надо в данном случае это делать. Разум холоден. Какие-то плюсы и минусы ситуации взвешены. Оппонент не находится в истерике. Оппонент четко знает, как он будет действовать и для кого-то это реально месть. Особенно, вы знаете, если вы виноваты, то готовьтесь к тому, чтобы соломки постелать. Ну а если вы не виноваты, то здесь вот опять же ситуация такая, которая говорит о том, что тогда вам придется настаивать и доказывать свою невиновность и объяснять человеку, может быть даже где-то на повышенных тонах, что он не прав, что он неправильно понимает какую-то ситуацию. Но здесь есть нюанс. Не переходите на личности, потому что человек и так в состоянии такого вот холодного желания отомстить. А если вы будете еще и у его личности или ее личности рассказывать что-то, что она не такая или он не такой, в общем, здесь может быть обида еще больше и попадет вам по первое число. Ну, если вы не боитесь данного противника, то можете делать как вам угодно, но просто здесь карты говорят о благоприятности и неблагоприятности каких бы то ни было ситуаций. В целом, если магия актуальна, то вот все, что сказано, ритуалы возмездия, но это не порчи. То есть здесь вот именно ритуалы возвратов, ритуалы возмездия, откаты, все то, что с этим связано в данном ключе работа. Но больше бытовой аспект, вот больше идет бытовой аспект, особенно если внутри одной семьи вот эти разборки идут. Что хочет сделать человек, что именно? Может обращаться к кому-то из более авторитетных людей, то есть может пойти, например, к вашему начальнику на работе, или вашему отцу, или мужу, сказать, рассказать что-то и попросить на вас повлиять. То есть здесь человек настроен решительно, человек настроен серьезно. Да, обращение к третьим лицам хочет может быть даже пожаловаться на вас, но здесь человек может немножечко приукрасить ту ситуацию, которая была между вами. Поэтому ушки на макушке тоже. Вам предостережение, совет. Смотрите, здесь карты говорят о том, что вам не совсем будет благоприятно разговаривать с тем лицом, которое будет послана прояснить ситуацию. У кого-то это дедушка, бабушка, там, да, допустим, ребенок пожаловался, будете разбираться. Вплоть до таких ситуаций может быть. Но здесь карты говорят о том, что не надо устраивать разборки, не надо принимать какие-то решения, тем более не надо предпринимать какую бы то ни было инициативу со своей стороны для того, чтобы прояснять эту ситуацию. Для вас, если этот человек не тот, с кем вы живете вместе и так далее, если вы не слишком близки, то лучше всего вам вообще будет заблокировать, отключить телефон и не видеться какое-то время с этим человеком или с этими людьми для того, чтобы ситуация разрешилась. Потому что таким образом вы не дадите ранить себя в рамках мести. Но вот смотрите, как интересно у нас получается. С чего начали, тем мы закончили. То есть из первых позиций карта, которая выпадала, этот же аркан закрыл у нас, в общем-то, расклад, который мы просматриваем. И это весьма знаменательно. Укройтесь от мести и постарайтесь пока что свести на минимум влияние третьих лиц, не разговаривать даже с переговорщиками, которые к вам идут. Ну, а затем, когда все смягчится, когда пройдет какой-то пик, тогда уже можете разговаривать. Но это после где-то месяца полутора, вот то, что у нас было показано. Для тех, кто выбрал позицию номер три. Давайте желудь наш знаменитый, интересный. Посмотрим, что нам скажет и посмотрим у вас. Какие планы негодяям? Ну, вы знаете, сказать, что человек дремлет, вот человек не дремлет вроде бы, но ощущение, что он или она не может связаться с вами в одиночку, потому что нужна какая-то поддержка и, видимо, человек считает, что кишка тонка. Называется, когда будет моральная поддержка, тогда я буду каким-то образом уже с ней разговаривать, я тогда галки покажу, а ей какая она нехорошая. Поэтому здесь ситуация, когда человек ждет помощи, ждет поддержки или не совсем уверен в том, что он хочет сделать ваш адрес. Для кого-то могут быть выплаты алиментов, которые не выплачивались долгое время, вдруг могут произойти или приезд человека. То есть, человек, кстати, мог уехать куда-то или человек, наоборот, возвращается сейчас откуда-то, человек, который может быть не на месте. И здесь реально может быть какой-то конфликт. Он готов к конфликту, но набирает силы, ищет поддержки, ищет какого-то совета, потому что человек сейчас реально понимает, если он свяжется с вами, и это будет конфликт, и откроются, да, вот эти ворота военные, то ему понадобится чья-то помощь и поддержка, потому что в одиночку вряд ли с вами справится, поэтому будет искать какого-то, знаете, какой-то помощи со стороны друзей, со стороны, здесь даже больше не родственников, а именно друзей или коллектива, особенно это актуально для тех, у кого проблемы характера такого на работе. Кстати, у кого решаются юридические вопросы, человек уже написал какие-то заявления, по которым ответ будет вот-вот ему дан, и он будет спрашивать совета у третьего лица, а что делать дальше, но пока активных проявлений с его или с ее стороны ожидать не стоит. До месяца здесь может быть затишья, потому что человек не совсем будет вообще понимать и знать, что ему делать с той информацией, которая ему придет. То есть, например, он получил какой-то документ, какое-то юридически значимое послание, и он не сможет сам решить, как ему быть, что ему делать, он скорее всего пойдет, например, к юристу за разъяснением каким-то, как дальше поступать, или будет спрашивать у окружающих, у друзей, приятелей, или у кого-то на работе, просить совета, а как ему поступить в данном случае по отношению к вам. Вот эти моменты здесь отыгрываются. Что хочет сделать человек? Он хочет конфликта, он хочет вам повырывать на всех местах волосы, там, где они растут, и даже там, где депилированы, но здесь такая ситуация, что он боится. Вот знаете, вот ощущение, что вроде бы как собака, хочет кинуться укусить, но при этом боится, что у него не получится что-то по отношению к вам. Застращали вы, загнобили, жаждет активной деятельности, которая в том числе будет связана с финансами или с расходом большим энергии, но оценивает свои ресурсы, ждет какой-то поддержки, подарка для того, чтобы воздействовать. То есть пока что будет, но он, кстати, и не находит, он, он этот человек имеется в виду, не находит особой поддержки со стороны тех, кто его окружает, но очень этой поддержки ждет. То есть, например, решила соседка какая-то на вас напасть и думала, что ее сейчас другие соседи возьмут и поддержат. И скажут, да, Ленка у нас такая негодная, куришь, ах ты проститутка и так далее. А соседи не поддержали, они сказали, Ленка, да, нормальная девка, Ленка, что мы будем там вписываться за тебя против нее. То есть вот такое ощущение, что нет той поддержки, которую человек ожидал бы здесь. Давайте, предостережение, совет. Смотрите, не возобновляйте конфликт. Если есть возможность, несмотря на то, что у вас позиция более сильная в этой ситуации, если есть возможность как-то смягчиться и показать свою чуть большую мягкость, чем от вас ожидают, чем от вас предполагают, это будет играть вам в плюс. Почему и зачем? Это покажет время. Но это не будет выставлять вас тираном. То есть здесь это с вашей стороны определенная манипуляция. Просто вот делать то, на что вас провоцируют, необдуманно идти и входить в этот конфликт, смысла нет. То есть здесь можно наоборот сказать «Да я не ругалась с ней». То есть вот какие-то такие моменты, может быть, даже можно которые назвать манипулятивными применить. И это будет более правильно. То есть когда вы покажете свою большую мягкость и отстранитесь как бы более мудро из этой ситуации, через какое-то время у вас будет шанс нанести ответный удар, если вы этого захотите. А если ввяжетесь сейчас, то может быть ввязано просто больше человек, чем нужно вообще во всей этой ситуации. Поэтому пока что лучше занять такую вот позицию, которая принесет вам в дальнейшем победу и разрешит эту ситуацию. Если вы собирались делать ритуалы, то на удержание уже имеющегося лучше проводить ритуалы и на закрытие, то есть которые препятствуют чему-то. Вот такие ритуалы будут благоприятны. Ну, конечно, у нас позиция. Первое, второе, третье компот. Тыква Шамановна у нас сегодня на арене. Давайте посмотрим, что делает активен ли враг. Ну, вы знаете, во-первых, сейчас, да, враг достаточно активен. Враг может быть недостаточно квалифицирован и компетентен, но он может проявить достаточную, в том числе, бездумную активность и, не разобравшись с ситуацией, попытаться напасть или сделать те ритуалы, которые не актуальны в этой ситуации. Для тех, кто занимается магией, установление защитных работ и установление замков на работы приворотного характера, на работы, которые воздействуют на личность. Может быть, здесь установка замков или установка защиты на себя. Но здесь по общему раскладу по поводу соперника и врага, и оппонента, конечно, трудно сказать, что это. Может быть, параллельно ведется и установка защиты, и плюс ко всему на те работы, которые сделаны на вас, нет, которые проводятся в настоящее время. На вас устанавливаются замки, устанавливаются определенные такие вот закрепы. Это все есть. То есть здесь, да, здесь человек активен. Если вы не считаете, что магия есть каким-то образом в этой ситуации, то тогда здесь следующее разъяснение. Здесь человек может наушничать, может говорить про вас какие-то пакости, может бегать, распространять о вас ложную информацию. То есть может, например, побежать и сказать, что Аленка-то у нас отчет не сделала, а когда пошли, сказали, знаешь, Яночка, сделала ли она отчет, все она нам сдала, все отлично, все прекрасно. То есть вот здесь вот человек может очень неквалифицированно говорить про вас гадости и говорить эти гадости за спиной. То есть вам в лицо человек это боится, скорее всего, или не хочет говорить просто. Но за вашей спиной разговоры все-таки ведутся, пакости льются и человек, да, делает. Не дремлет, как говорится, но не дремлет, мало квалифицированно как-то. Что с вами хочет сделать человек? Ну, вы знаете, он не столько сам хочет что-то сделать, сколько натравить на вас человека. Знака земли или огненного знака, старше 40-44 лет, состоявшегося состоятельного мужчины. У кого-то имя Иван, у кого-то имя какое-то сложное. Не Валентин, даже, а Валерья может быть. Очень редкое имя, не знаю, почему пришло. Опять же, Варфоломея здесь же. Смотрите, пытается оценить и накрутить против вас вот этого мужчину. Хочет сделать так. И хочет с вами при этом оставаться в каком-то таком мирном формате и может быть даже получить какую-то выгоду финансового характера. Если не деньги получить от вас, то сохранить в этой ситуации какие-то свои финансы, которые, может быть, ему было бы актуальнее потратить, чем держаться за них. Руками, ногами и задницей. Так, давайте посмотрим для вас здесь предостережение и совет. Ну вот смотрите, его эта позиция, что с вами внешне, мирно будет он себя или она вести, может быть, внутри все клокочет, за глаза говорит какие-то пакости, но с вами ругаться не выходит на открытый какой-то вот такой конфликт или смягчает какие-то углы, какие-то моменты, которые здесь могут быть у нас. Карты говорят о том, что даже вам поддержать вот такую его позицию будет удобнее и будет выгоднее. Пока что магически активно воздействовать не стоит, потому что вам нужно сперва разобраться, что произошло для того, чтобы грамотно воздействовать в ответ. Что касается бытовых проявлений, тоже не стоит брать инициативу в свои руки, потому что потом вас обвинят и скажут, да она сама на меня напала, я ничего не делал. И то, что при этом обошел всех и рассказал гадости про вас, будет не считаться, знаете. Не бегите с вилами на танк и не заводите комбайн для того, чтобы перемолоть в пух и прах. Где-то еще пару-тройку недели стоит вам промолчать и подумать просто о себе. Конечно, хочется показать собственное я, конечно, хочется, возможно, показать, что вы не лыком шиты и дать отпор достойный, но не совсем тот момент, не совсем то время, когда надо это делать. Немножко позже вы с этим справитесь. И пока что совет такой, что худой мир лучше доброй ссоры. Собирались куда-то ехать, поезжайте с Богом, можете даже что-то дорогое в поездку приобрести или это просто будут какие-то дорогие билеты. И выражайте только какие-то больше позитивные эмоции, чем взаимодействуете в негативе с окружающими. Постарайтесь найти что-то хорошее или что-то полезное для вас даже в проявлениях этого человека. И это не слабость, это не просто попустительство какое-то. Это пока то время, которое вам нужно. Для чего оно нужно? Позже ситуация покажет. Потому что очень часто бывает такое, что карты говорят какие-то, казалось бы, ну абсолютно фантастические вещи. И кажется, да ну, да ладно, ну неправильно это будет. А потом проходит время и подтверждается, становится понятно, почему именно так, а не иначе советовали карты поступить в той или иной ситуации. Поэтому здесь, конечно, советы были интересные и своеобразные, и может быть даже где-то парадоксальные. Но пусть эти советы будут исключительно во благо вам и исключительно будут нести позитивную такую вот хорошую в себе эмоциональную нагрузку. Правда восторжествует, да, как сказали карты. А я желаю всем удачи и благополучия. Я не обещаю появляться каждый день, но я стараюсь очень появляться почаще. Получилось так, что были личные дела, были гости и так далее. Поэтому не появлялось часто. Девчата уже, с которыми мы общаемся, даже в личку написали и спросили, что происходит. Так что, девочки, не волнуйтесь, все в порядке, все нормально. Я постараюсь как-то нормализовать определенные моменты. Происходили в том числе позитивные, очень хорошие события в моей жизни в это время. Поэтому я на какое-то время была вынуждена немножечко с канала уйти. Но все равно какие-то расклады индивидуального характера и работы индивидуального характера я провожу в полном объеме. То есть, если вы хотите для себя получить индивидуальную консультацию, то в пункте 3 прикрепленного комментария есть ссылочка на видеоролик, в котором подробно и с уважением к вам рассказывается, как вы можете получить консультацию для себя. На все адекватные комментарии я обязательно поставлю сердечки и талисманчики, которые будут приносить вам благополучие и будут помогать вам в той ситуации, где вы оказались в сложной, но при этом вы правы. Я желаю всем удачи, благополучия, до встречи, до свидания.